Глаза подходила к Сюткам и говорит, Валера, оставьте уже в покое ваш телефон. На что ему Сюткам отвечал, Юрий, а вы с своим примусом уже давно всех утомили. В концертном зале Олимпийской деревни все группы страны были обязаны сдать программу. Не сдал программу Ариэль, не сдал программу Барыкин, то есть у всех задержали коленочки, будь здоров. Между Зодчим и Интегралом есть одно общее, да, от нас не осталось записных шлягеров. Ага, время такое было. Не, 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 не время, ни в коем случае. Мы уделяли огромное внимание, и, собственно, главное внимание, это было шоу. Вышло второе издание уже этой книги, книга называется «Хроники одной группы», как обычно у нас все двусмысленно. Ну там много, как пришел Лоза в Клюки, как у него была драка с нашим солистом прежним. Слушки. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Первый раз в этом году из студии Руиса Радио мы с вами здороваемся. Да, это программа Радио Мост, музыкальный салун. Уже семь лет мы с вами здороваемся, уже восьмой год. Это автор идеи Сергея Лофти, музыка и добрым словом, сближаем два континента, прямым эфиром из двух студий сразу. Ну и Игорь Сандлер из продюсерского центра Игоря Сандлера сегодня с нами здесь. А гостем у нас уникальный совершенно человек Юрий Давыдов. Очень хочется сказать здравствуйте, потому как уже встречались с ним в музыкальном салуне. Я Юлия Гениуш, Максим Челику, привет и всем здравствуйте. Привет, привет. Юлия, дорогая, привет. Вот сегодня Юру выдернул к нам в гости. Потрясающе. Дорогого моего друга. Вздернул, да. Чтобы прямо вот в один год такой замечательный человек посещал музыкальный салун. Ведь и года не прошло с тех пор, как мы встретились. Но очень здорово, что в 2022 году будет юбилейный год для группы Зочи. Поэтому я так понимаю, что в этом году мы можем встречаться прямо раз в декаду. Игорь, обещай и будем это делать. Ну, у меня вариантов уже нет. Мы можем даже не расставаться. Да, тем более начинаются сейчас праздники, старый Новый год, а потом юбилей. Ну, не юбилей, день рождения, собственно. У Юрия намечается. Ну, 65, не знаю. А, хотя, да, юбилей, да. А 16 января, по-моему, да? Прям вот с наступающим. Ребят, то самое, я родился в один день, подчеркиваю, не годовщина, а в день открытия клуба Каверн в Ливерпуле. Вот. В этот день. Да, Каверн Клаб открылся 16 января 57-го года. С тех пор ты ну и сешь Майкл Битлз. Вот мне на день, значит, экраждение подарили. Так и не снимаю, да. Редко снимаю. Кстати, кто, возможно, помнит наш эфир, прошлое. Мы говорили как раз много и про футбол, про то, что вы возглавляете, вот этот арт-фестиваль. Мы говорили о тех песнях, которые выходили в эфир, новые песни, но которые мгновенно находили отклик у людей. Мы разместили когда программу в разных площадках, в соцсетях. Там я видел такие комментарии, да, что, боже мой, какие актуальные песни, как они звучат. При том, что само звучание было, как вы утверждали, того времени, да, вы стараетесь сохранить дух. Но тексты оказались, прям попали в цель в десяточку. Ну, я скажу, что мы не остановились. Мы пошли дальше, и сегодня ряд новых песен, не менее актуальных, не менее текстовых, не менее стильных. Ну, мы сегодня послушаем. Скромно предложим, да. Новый послушаем. Ну, я отобрал, ты старый, ты новый. Хорошо, а мы найдем самое интересное, взаимосвязь с Игорем Сандлером. То есть самое же интересное. Абсолютно точно. Плотные. Прямо, и через людей. Мы его нашли в момент знакомства, и ее уже не надо больше искать. Это было в году 83-м, по-моему, или 82-м. 82-й, 83-м. В 83-м, когда к нам пришла Лоза, да. Ага, все-таки через Лозу, да? То есть интеграл, а потом уже. А все через него. А Лоза это пуп земли. От формы земли. Он пуп плоской земли. Да, 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 пуп плоской земли. И, собственно, Питер Джаггер, который в простонародье Миг Джаггер, тоже от него пошел. Не, не, без вариантов. И что Летт Зеппелин играть не умеет, тоже это легендарное изречение. И дай им Бог здоровья. Так, дорогие. Много-много лет. И еще выдавать такие же перлы, которые мы будем обсуждать. Ну и другой ляпнет, что-то и забыли. А это много лет. Юля, чувствуешь, да, все накопилось. С середины зимы хочется высказаться, выговориться всем. Знаете, когда вместе собираются харизматичные люди с хорошим таким настоящим чувством юмора, то это то, что нужно в утреннем эфире. В Нью-Йорке сейчас 11 часов, 11.10. Но в Москве уже 7 часов 10 минут, 10 минут 8. Время уже и коньячку немножко пригубить. Да, мы еще догоним. Ну вот не прямо сейчас с коньячком, но обязательно. Почему? Прямо сейчас, прямо сейчас. Юра, Юра, где твои? Начни свой день с Мартинь и Бьянко. В советские времена спиртное продавалось с 11 до 7, между прочим. С 11 до 19. Вот на том, с тех пор мы и бухаем с 11 до 7. Боже мой, что в эфире звучит? И поэтому привычка просто. И рабочий день в это же время. Ну конечно, конечно, все параллельно идет. Выгнал на работу. Вы знаете, я хотел, во-первых, напомнить, что нас можно найти на YouTube-канале Роис и Радио, на продюсерском центре Игоря Сандлера, тоже YouTube-канал, там есть записи. Я как бэкап тоже на свой YouTube-канал гружу. Если вдруг что-то захотите найти, да, пожалуйста, YouTube-канал. И самое главное, мы читаем все комментарии ваши, которые вы оставляете под записями. Поэтому будем рады и лайкам, и комментариям. Пишите, задавайте вопросы, с большим удовольствием смотрим, читаем. Видеоподкаст с Юлией Гениуш, Роис и Радио, YouTube-канал и продюсерский центр Игоря Сандлера. Ну, а напомню я, что в 2019 году Юрий Давыдов возродил группу и выпустил альбом новых песен на тот момент, который назывались «Злобные старикашки». И вот именно в прошлый раз, когда мы встречались, мы осветили это в полном размере. Вы просто, я настраиваю наших радиослушателей на восприятие сегодняшнего эфира, потому как мы будем продолжать. «Десятый бы не слушает любые, не обещаем», но так как у нас январь, так как старый, ну, хорошо, будет. А вот старый Новый год на носу и 1 января, можно мы с этого начнем? А, да-да-да, конечно. Юрий Николаевич, не возражаете? Я и хотел с него начать. Вот, ну что, Зодчи, в прямом эфире, наслаждаемся. Юрий Николаевич, а мужчина с пробегом тоже сегодня будет? Да, обязательно. Отлично, отлично, я буду ждать. Итак, музыкальный салон и Юрий Давыдов, группа Зодчи, всем большой привет и хорошего вам такого времени, ближе к полудню, музыкальный салон. Первое января Сладкий сон, легенота, но все ж просыпаться пора Ничего не охота, все силы оставил вчера Запах ветки и ловы И опять все по-новой Шпроты, паштет, оливье и боржом Гости, соседи, друзья, фейерверк за окном Первое января Первое января Мы вчера поклялись, чтоб обязаны горы свернуть Нам на все хватит сил, не успеете глазом моргнуть Завтра с пола ворота начнется работа Дым из ушей и команда на взлет Трезвые мысли и планы Но это пройдет Непременно пройдет Субтитры создавал DimaTorzok Чашки-ложки промыть, стол накрыть и квартиру убрать Дернул черт язык На обед все припрутся опять Новогоднее чудо Селедка под шубой Шубу, химчистку Селедку гостям Завтра с утра Снова всех собирать по частям Чтобы шли по домам Первое января Первое января Первое января Первое января Первое января Первое января Напомню, что у нас сегодня Юрий Давыдов в гостях. Это Радиомост Музыкальный салон. Мы связываемся с продюсерским центром Игоря Сандлера. Игорь Сандлер и Максим Чириков в студии. И здесь я со стороны Нью-Йорка в радиостудии Нью-Йорка. Руэс и радио Юлия Генюш. Спасибо вам большое. Если позволите, Юрий Николаевич, немного напомню, что это именно вы создали футбольную команду Старко, звезд российской эстрады. Именно вы сделали так, что за 500 матчей в разных городах и странах больше 10 миллионов долларов было собрано под благотворительные акции под флагом добра на помощь детям, которые болеют и которым необходима помощь. Адресную и конкретную помощь, да. Да, адресную и конкретную. Причем это были не просто переводы в семьи или куда-то, а вы конкретно обладали информацией и конкретно целевая задача была на конкретную операцию или медикаменты или что-то такое, перевозку, транспортировку ребенка. Чтобы не было никаких злоупотреблений и вопросов, мы оплачивали напрямую в медицинские учреждения, там, или лекарства, или реабилитацию, или лечение, или операцию. А в Старко играли и музыканты, и политики, и вообще сильные миры сего, да, и каждый, кто хотел поиграть с командой Старко, считал долгом честь встретиться в футбольном поле, в такой баталии, встретиться с глазу на глаз. Сильные, да, это были наши гости. В принципе, изначально это, конечно, команда музыкантов, артистов. Остальные гости. Юра, а как идея вообще? Арт-футбол, да? Вообще футбол, футбол в интеграле, потом у меня в индексе, у меня была традиция, каждый день бухаешь ночью, что хочешь делать, в 10 утра ты на поле. Леп с Гришей сильно сопротивлялся, но приходил. В 10 утра рядом... Это ты у меня в книжке вычитал, и сейчас... Это я делал, ты спроси у всех интегратов, а ты у лозы спроси. А ты спроси у моих всех. Я знаю, не буду спорить, кто был первым. Да, 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 кто раньше? Подожди, Синяя птица... Я думал, что мы уникальны, потом связи с... Нет, нет, ты уникален с Таркова. Только у нас это было в 11 утра. Все, все. Просто они сами собой, а вы в обмене. А кто дракон есть? У кого раньше? В 11 утра это у Юрия Николаевича. Игорь, а у тебя во сколько люди должны были быть? В 10. Ага, да, дракон. Я специально делал рано, чтобы не бухали ночью, потому что иначе утром не расстолкаешься. Такое слово режет мне в 11 утра здесь. Ну ладно, уже говори. Хорошо. Ладно, не выпивали. А мы специально... Не выпивали спиртные галичительные. Делал в 11, чтобы бухали и выходили. Надо было отсыпаться. Этот час, это не шуточка. Этот час очень важный. Юля, теперь нужно, видишь, сразу переходить с формального на Юрия. Я сейчас прошлая программа, помню, за Николая еще... А, можно огрести. Ладно, молчу, молчу. Хорошо. Да, ребят, вот уже... Все помним, помним, да, да. Ну, как вы, Николай, почему? Ну, Юра, во-первых, я постарше тебя все-таки. Тебе вот через 3 дня 65, а мне уже 11 месяцев 65. Игорь, подожди, Игорь. Так что я чуть-чуть тебя обогнал. Мы как раз вот хотели с Юрой узнать это. Дело в том, что если он узнает, что кто-то предыдущего года рождения, он по старой футбольной привычке строится. Вот ты какого года рождения? Ничего, что в эфире. Мы же вроде бы не леди, поэтому можно называть год рождения, да? Игорь, ты с какого года рождения? Наоборот, мы гордимся. Давай. Мы гордимся своим возрастом, потому что это мои года, мое богатство, как пелось в известной песне. Мне 65 лет, а Юре 65 будет через 3 дня. Но через месяц чуть-чуть поменьше, я его опять обгоню, мне 66 будет. Но поскольку мы оба несколько... Заторможены в развитии, что ли, ты хочешь? Задержались в развитии, да. Ну там вот есть дети, которые начинают полно говорить. 56-го, 66, это так, это получается, что, Юр, вот с какого года? Да. Ну я не могу... 67-го. 67-го. Так, Игорь, а ты? 56-го. 56-го, соответственно. Ну все, все построились, все, пожалуйста, все хорошо. Смотри, дату открытия Коверт-Глаба. Да, ну да, отлично, в Википедии. 1957-го, все, выяснили. Ну, кстати, 66, я вот думал, как бы привязать 66 будет. А 66 роут, известная дорога, которая сколько? 4 тысячи километров, которая тянется там, она и мимо, а и с Майами, по-моему, она идет, или откуда, я не помню. До Нью-Йорка, короче, по Америке. 4 тысячи, да, известная дорога. И вот, да, я вот хочу, может, день рождения сделать так, 66 роут. Ага, это сильная идея. И путь жизненный, жизненный путь в 66 километров, 66 номер и 66 лет, да? Игорь, хорошая идея. А я несколько лет назад еще и проехать. Вот, и проехаться по этой дороге вам, Макс, точно. А чего несколько лет? А я несколько лет назад был в Ливерпуле, и случайным сценам, ну, я ему хотел показать... Откуда эта майка появилась? Нет, эта майка появилась в 2014 году в Сан-Франциско. Вот. А здесь мы были в Ливерпуле, я повез младшего сына, чтобы показать ему низкие места, что называется. Вот. И, значит, нам попался таксист. Прямо около вокзала, случайным рукой его остановили. Вот, здесь сели в машину, я говорю, ну, там, Пенни Лейн, Каверн Клаб. Как обычно. Все понятно. И стал нам рассказывать, что, значит, я самый пожилой таксист Ливерпуля, мне 73 года. И, значит, где-то в конце 50-х, на рубеже 60-х годов, мы каждую субботу с друзьями ходили в Каверн Клаб слушать джаз. Ну, там, значит, начиная с пяти вечера выступали команды по нарастающей, значит, по уровню. И приходилось пораньше занимать места, чтобы, так сказать, нормально сидеть. И вдруг, с какого-то момента, вместо нашего джаза, где-то посреди этой программы стали выходить какие-то странные ребята, орать дурными голосами, со странными прическами, в странных костюмах. Вот, и мы не могли, мы не знали, куда одеваться, как это самое, и уйти нельзя, потому что места займут. Потом помолчал, говорит, вот прошло 60 лет, и теперь я вынужден этим гордиться. Вот так, да? Так более того, я тебе расскажу. Вынужден этим гордиться, вот эту фразу запомнил. Так я тебе аналогичную историю расскажу. Легендарный альбом Эбби Роуд, где они через дорогу переходят, а на заднем плане фигура одного человека. Вон она у меня крупная там в прихожке, не помнишь? Так вот, когда ко мне... Тьфу, ты, блин, вылетел из головы. Короче, я вспомню, приезжал, блин, Тони Шеридан, которого Битлз аккомпанировали до Битлз. Так он у меня в баре тут сидел, мы с ним выпивали, и долго разговаривали, царство небесное он ушел, да. Так он мне рассказывал, он меня подвел к Эбби Роуд, и говорит, а ты знаешь, кто вот этот мальчик? Там на фоне вдалеке стоит какой-то в очках, такой коротко престижный, вот так ручки в пиджачке, в костюмах, в костюмчике. Я говорю, не знаю, этот человек, вот как ты говоришь, ненавидел Битлз, и когда вышел альбом Эбби Роуд, он подал в суд, почему его фотографию без его разрешения разместили. А он фоном там сзади стоит. Ну, если бы не Битлз, то... Так он, дальше, он 20 лет судился с ними, ну, суды, пересуды или меньше, но через 20 лет он все-таки купил этот альбом, но ни разу его не слушал, потому что он был любитель джаза, видимо, как тот шофер в Ливерпуле, который тебя возил. А ты читал про эту женщину из Австралии, пожилую, которая всю жизнь копила на поездку в Лондон и, наконец, уже на пенсии накопила, и приехала на Эбби Роуд, и, значит, шла в переходу и попросила, чтобы я кто-то сфотографировал. Вот найдет Анфас, ну, не сбок, а вот... И я сбила машину. Нет, 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 спасибо боже. Нет, все отлично, я сфотографировала, она счастливая. Она счастливая, поехала домой, и когда стала в Австралии, показывая своим подругам, там, друзьям, что вот я иду по Эбби Роуду, они говорят, слушай, а вот у тебя чуть-чуть... Может какой-то. Сзади правее. Это кто, на самом деле? Она посмотрела, а задней ушел Маккартни. Реально. Реально, она это не заметила. Блин, съемок вообще никак. Офигеть. Нет, я знаю, есть... Целая время, это какой-то дома, о май гад. Года четыре назад. Год прям недавно. Это же история, да. Целая тенденция есть, когда звезды специально вмешиваются в кадр, а потом тихонечко уходят, и ошеломленные люди, разглядывая потом фотографии, смотрят, боже мой, да это же сзади стоит Брэд Питт, например, а они даже не видели, что он подходил. Ну, да, да. Язык казалось. Да, да. Ребята... Шестьдесят пятилетию я себе сделал один творческий подарок, я написал песню, она называется «Мужчины с пробегом», в принципе, я был бы рад послушать вместе с вами, тем более я ее уже слышал, а вы нет. Вау, ребята... Из названия уже понятно, о чем речь. Нет, вы даже не представляете. Вот мы просто ее нашли, и прямо сразу вот и слушаем. Юрий Давыдов в музыкальном салоне. Оставайтесь с нами, не пожалеете. Спасибо. Затерявшись в чужих временах, где скучают скелеты в шкафах, мы, мужчины с пробегом, с незатоптанным следом, доживаем в мечтах и грехах. Отмокать бы немного назад, сбросить скорость, уйти в правый ряд. Пусть дороги длиннее, пусть победы скромнее, Но раз в год выезжать на парад. Рожденные заживо, без хайфов и гаджетов. И никто не поставит рубля, мы опять начинаем с нуля. Друг на друга похожи, по-другому мы можем, нам нельзя уходить с корабля. Чтобы солнце слепило глаза, чтобы сверху лупила гроза, чтоб мотор на пределе, чтобы искры летели и цепляли за жизнь тормоза. Рожденные заживо, без хайфов и гаджетов. Снова входим в опасный гираж, нам не нужен уютный гараж. Мы мужчины с пробегом, легкий путь нам неведом, еще не потерян кураж. Рожденные заживо, без хайфов и гаджетов. Рожденные заживо, Рожденные заживо, А Юрий Давыдов в музыкальном салоне, это группа Зочи. И вот один из треков с нового альбома, Рожденные заживо, так как буквально через пару-тройку дней у Юрия день рождения, поздравляем. И прямо в 2022 год, в преддверии Старого Нового Года, как же это каламбурчиком звучит-то, здорово сказать, что 2022 это 65 лет Юрия и 50 лет группу Зочи. И опять же, да, это действительно хороший подарок себе, но если вспомнить, что группа Зочи всегда была таким центром тусовки, никогда дверь в дверьмёрку не закрывалась, никогда дверь в гостиничные номера не закрывалась, никогда не заканчивались прекрасные напитки для того, чтобы было красиво и весело. И если опять же вспомнить, что Лужники, праздник пива, это дело рук Юрия Давыдова, и праздник столичного мороженого, это также потом это перетекло в такой крупномасштабный праздник, хотя праздник пива в Лужниках тоже нельзя считать мелкомасштабным. Там настоящий пивной фонтан заработал в Москве впервые, мне кажется, в истории просто. И опять же, на большой спортивной арене в Лужниках, 98-й год, Rolling Stones. Это опять же, рук дело Юрия Давыдова. Хотя говорят, что... Не, ну здесь не совсем. Так вот. Просто что будет на день рождения? На дне рождения-то 65-летие, если такими вещами можно было ворочить тогда. Прилетаю. А ладно. Да ничего особенного. А ладно. А вот возьму и приничтожить. А что-нибудь. А что-нибудь придумаем? Ну, я еще по прошлой встрече помню фразу, примерно она звучала следующим образом. Если что-то делать, то крышесносное, масштабное, что-то безбашенное. Вот в этом стиле все будет? Ну, то есть медведи на самолетах верхом на катерах. Самолеты на медведях. Да, да. И все в таком даче. Интересно. С учетом того, что сейчас в Москве происходит... Ну, кто забыл? Середина зимы, перепады страшной температуры. То минус 15, минус 20, то завтра, вот обещают, около нуля и плюс 2 градуса. То есть появляется жижа, жижа кристаллизуется, превращаются, значит, в красивые такие вот горочки. Потом это все тает, потом снова замораживается. Я думаю, что у вас будет роскошный день рождения, который вы можете отметить вот именно в Москве вот при таком погодном параде. Ну, да. Я думаю, что соберется много старых друзей. Вот. И мы, кстати, вместе, наверное, послушаем вот старую новую песню. Подводка, подводка. Немножко, да, немножко отбросив скромность, скажу, что мы не играли 27 лет прописью, 27 лет. Вот. В 18-м году мы собрались, что-то начали ковырять, что-то начало получаться. И, в общем-то, я, наверное, себе позволю такое высказывание. Для некоторых спорное, для меня абсолютно очевидное, что это лучший камбэк, ну, наверное, вот в истории, по крайней мере, нашей музыки вот спустя такое время. То есть не как памятники сами себе, а с абсолютно новыми песнями в нашем же стиле, с самоиронией, с темные, прикольные. Ну, собственно говоря, вы часть слышали, а часть услышите еще вот. Так а состав прям вот тот оригинальный? Три человека из оригинального состава. Да, мы сейчас играем. И кто-то новенький, да? Да, и барабанчик новый. Ну, с учетом того, сколько людей прошло через Зочи, там обсуждали, три футбольных команды фактически наберутся. А так, знаете, ведь с возрастом и с опытом становишься мудрее, и даже те недостатки, которые у нас вот у всех есть, да, там, даже вокально, вот мы как-то сумели обратить преимущество. Парадокс, да, вот мы поем, когда втроем, вот именно втроем унисоны, у нас потрясающее звучание, да? Когда вот мы попробуем вдвоем, там, я там с Белносовым или с Артиховым, или они вдвоем, нифига. Ну, какие-то вот вещи, они... Все ломается. Да. Третьим будешь? Старая истина, Юра, старая истина. Мешно смеяться. Втроем всегда лучше, чем вдвоем. Поставьте песню. Десятый Б, вот как раз, наверное, коню рождения, она соответствует. Да готово. Это что-то про ностальгию. Воспоминаю. Ну, да, да. Ой, это просто готово. Интересно, а вот Юрий Лазарев, Валерий Сюткин прибудут на день рождения. Так, ладно, слушаем, не отвлекаемся. Хорошо, да, не отвлекаемся, потому как... Ой, там же еще эта московская история кайфовая, да, московский фокстрот, мы тоже послушаем его. Потом обещаете? Конечно, конечно. Хорошо. Да. Ну, а сейчас тише, внимание. Все берем дыхание. Да, берем дыхание. Да, там начало интересное. Да. Поехали. А группу Зочи десятых Б не слушают Любе. В десятом Б не слушали Любе. Сильнее мордобоя было слово. Таланты яркие сами по себе. А потому нам вместе было клево. Пусть за плечами тридцать с лишним лет, в глазах у нас не затухают искры. На все вопросы можем дать ответ. Оно не ясно, почему ж так быстро. Жалко, что не часто вместе собирается старый пионерский наш отряд. Жить после пятидесяти только начинается, так давай еще по пятьдесят. Жить после пятидесяти только начинается, так давай еще по пятьдесят. Зависнув с рюмкой, словно над тетрадкой, кто лысый, кто пузатый, кто седой, на одноклассника смотрю украдкой. Как хорошо, что сам я не такой. Сергей Вальдах на северном пути Стас генерал и танка не в обиде. Иришку с Ленкой не смогли найти. Максим свалил, а Витька скоро выйдет. Жалко, что не часто вместе собирается старый пионерский наш отряд. Жить после пятидесяти только начинается, так давай еще по пятьдесят. Жить после пятидесяти только начинается, так давай еще по пятьдесят. И мы идем на перегон судьбе, душа поет и к подвигам готова. В десятом хэ не слушали любые и до сих пор нам вместе очень клево. Жалко, что не часто вместе собирается старый пионерский наш отряд. Жить после пятидесяти только начинается, наливая еще по пятьдесят. Жить после пятидесяти только начинается, так давай еще, 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 еще по столу. Это программа «Музыкальный салон». С нами сегодня уникальный человек Юрий Давыдов. Я даже не знаю, на самом деле, можно ли найти человека более ироничного и с таким отменным чувством юмора. Огромное спасибо Игорю Сандлеру. Игорю Сандлеру, можно. Да, да, да. За такой тандем роскошный. Вот тут родился и я обогнал Юру пошустрее, а вот с иронией у него все в порядке. Пионерский отряд, вы оба были в пионерах? Ну, а как же? В пионерах были, да, в комсомол меня в Саратове приняли, но я был категорически против, но меня приняли насильно. Я сделал вид, что я согласился, а потом год не платил членским взносом, две копейки членским взносом, я бы не марочки давали, я бы не платил и меня так же выгнали оттуда. За неуплату членских взносов. В Саратове, да, в училище музыкальном, 14 лет. Простите, я был только октябренком, поэтому ваш отряд не попадал. Да, 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 ты уже был, это уже хорошо. А вот Юля, это она саратовская наша, мы тут с ней. Да, серьезно? Да, здравствуйте, привет Адиситам. преподавали в консерватории, которую я закончил, в Саратове. И сестра старшая. Спасибо большое, Игорь, за такие подробности. Привет Адиситам, потому что я понимаю и знаю, что сейчас разговариваем мы с Юрием, который как раз из Одессы. Какие ощущения? А вы, кстати, слышали эту шутку? Ну-ка. А, Далечка. Давай шутку. Шутку. Про Одесскую консерваторию, да, что почему в Одесскую консерваторию поступают Иваненки, Петренки и Степаненки, а выходят Рикторы и Робиновичи. Не-не-не. Ну-ну-ну. Ростроповичи. Не-не-не Ростроповичи. Ой, кто же там еще Третий Великий-то был? Ну, ну, не важно, да. Остров, Остров. Остров, Остров. Нет, другой анекдот. Это у Одесской консерватории на столбе объявление в всемирно известный квартет струнный требуется альтист, скрипач и велончелист. Всемирно известный квартет. Слушайте, давайте-ка мы еще в этой части программы успеем послушать московский факс-трут. Не возражаете? Юр, можно? Я за... Я очень люблю эту песню. Конечно, да. Поехали. Кстати, это единственная песня, которую играли не мы, а играл оркестр Олега... Монстреба. Ух ты, ну вот привет, Лонстреба туда же, а нам... О песне горжусь. Вау, московский факс-трут. Тоскливо навязает хмарь, читаю спам, смотрю в окно, и тихо погружаюсь в старь, каретный ряд и за углом стоит высокий старый дом, двадцатый век остался в нем. Двадцатый век остался в нем. Сад Эрмитаж и где-то там в дупле живет сова, она встречает по ночам Утезова. Здесь спрятан черный пистолет, четыре сбоку ваших нет, Петровка рядом шлет привет, Петровка всем нам шлет привет. Мы говорим слегка на А, и это наш культурный год, звучит из каждого окна, московский фокстрот. Мы говорим слегка на А, и это наш с тобой культурный год, звучит из каждого окна, московский фокстрот. Пардон, мадам, позвольте вас украсть на несколько минут, скажите нам, какая страсть, Какие тайны здесь живут, каретный ряд за Эрмитаж, былой роман, седьмой этаж, и ваша шляпка, как мираж, и ваша шляпка, как мираж, мы говорим слегка на А, и это наш культурный год, звучит из каждого окна, московский фокстрот. Мы говорим слегка на А, и это наш с тобой культурный год, звучит из каждого окна, московский фокстрот. Московский фокстрот. Московский фокстрот. Радиомос в прямом эфире. Юрий Давыдов сегодня у нас гостем. Игорь Сандлер, Максим Челиков в продюсерском центре Игоря Сандлера. Я, Юлия Генюш, здесь, в нашей студии Роисе Радио в Нью-Йорке. Ребят, спасибо огромное за музыку, за все, тут большие приветы вам, шлются смс-сообщениями. Ну, а здесь все вопросы по подробностям, конечно же, и о Юрии Лазе, или Лаза как-то склоняется, не склоняется, написано Лазе, поэтому я так и читаю. Поняется. Да, прекрасно. И о Валерии Сюткине. Значит, был на концерте, где Валерий Сюткин ходил по сцене с телефоном. Помню, как смеялись, но не помню, о чем был намек. Давайте вспомним, что это было. Это у нас, значит, это были очень хитрые времена, когда были запрещенные группы «Телефон» и «Примус», собственно говоря, откуда-то пришли Лаза и Сюткин. А, Лаза с «Примусом» ходил. Я поняла. То есть нужно было жить в контексте, чтобы понять эту штуку. Да, и более того, что, значит, Лаза подходил к Сюткину и говорит, «Валера, оставьте уже в покое ваш телефон». На что ему Сюткин отвечал, «Юрий, а вы с своим «Примусом» уже давно всех утомили?» Конечно, зал взрывался. Тебе понятно, почему было смешно, да. Включали в игру, вот это вот. И никто ничего сделать не мог. Слушайте, а «Примус» — это девочка сегодня в баре? Это вот это, да? Просто, чтобы вспомнить ее что-то. Да, да, да. А, это оно. Девочка сегодня в баре, там что-то там еще было. Ага, а какой год? Баба Люба там была. На самом деле предыстория — это пять лет мы с Юрой Лазой простояли рядышком в группе «Интеграл», я на главе «Школьной гитаре». Да, у Юрой Лазы же сразу оттуда. И была даже ситуация вообще, собственно, Юра это вспоминает иногда, когда еще бы доли секунды, и не было бы Юры Лазы, мы в городе Иваново приехали на гастроли, и в одной песне, в одном сюжете, там они менялись гитарами с Гумаровым Аликом, бас-гитару Али Гумаров только купил себе Риккенбекер за две с половиной тысячи рублей, и они гитарами менялись, а раньше, как обычно, самопальные все пилили, одна из земли на одна нет. Какой год две с половиной тысячи рублей? Вау. Семьдесят восьмой год две с половиной тысячи рублей, это почти как «Жигули», чуть-чуть поменьше, да, полмашины. И он берет две гитары, по нему 220 идет. Он как струна выправляется просто, и навзничь падает на сцену. А мне до этого Слава Зайцев подарил на платформе такие коры американские. Модельер. Да, и я вижу, он корчится, а зал орет, думает, это шоу идет, шоу, вау. Человек падает навзничь с двумя гитарами, свет моргает. А я, ну, мы все понимаем, я до него дотронуться не могу, по мне ток пойдет. И я со всей дури с этими корами по Реккенбекеру, как дал и вышиб из рук, и Реккенбекер, представляешь, треснул пополам. У Алика шок, гитара треснул, лоза обмяк, и, ну, потерял сознание. И, слава богу, скорая у нас всегда в интеграле, скорая дежурила, потому что у нас с сердечным приступом после концерта люди уходили. И скорая подбежала, 3-4 минуты его откачали. Говорят, еще бы немножко, несколько секунд, и все, не было бы Юра Лозы. После этого он оклемался, через неделю купил там коньячка, и за день рождения его мы выпили. Он эту историю помнит. А потом, в 82-м году уже у нас, ну, мы были на пике популярности, и мне что-то, я уже понял, пережил, и хочу что-то сделать свое. Я закончил, как уже говорил, консерваторию Саратовскую. Мне хотелось всегда сделать арт-рок-группу, именно классику играть в рок-аранжировках. И я ушел, Юра Лоза, тогда, и интеграл уже начал проваливаться. И после этого уже я взял барабанщика Петя Мерезовский со мной в индекс. Лоза уже, он мне звонил ко мне сначала, и хотел в Липецк. Ну, что-то у меня уже вокалисты были. И он пошел уже дальше, по-моему, дальше, я не помню, примус или сразу к тебе, Юра? Примус, не было только группы. А, потом появился. Он записал альбом. А, альбом был Примус, да. Нет, с Ангелюком слава. Альбом назывался Примус, как первый. Ангелюк подсуетился, поскольку Лоза... Не сильно менеджер, да. Ангелюк подсуетился и решил, что под этим названием можно какие-то в то время... Активность. ...зделать активность, и вдруг появилась непонятная группа Примус, которая, собственно говоря... И первый альбом Типа Примус. Юрка точно ее не планировал и не собирался никогда. И всегда очень был обижен на славу, потому что, ну, на самом деле так не делают. Кстати, слава пропал на 30 лет, а три недели назад он появился. Примус? Нет, один. Но он сейчас... Его сейчас что-то прибил, и он о иудаизме пишет книги, уникальные, кстати. Уникальные. Он пришел, я не поверил даже, что это Славан Гелюк. Я его узнал еле 30 лет, я его не видел. Ну, ладно. А потом Валера Сюткин. А ты знаешь, что Валера... Подожди, стой, продолжим сразу же после полудня. У нас есть только... Вот сейчас время на еще один трек. Юр, твой выбор. И сразу же, как наступит полдень в Нью-Йорке, продолжим. Ну, скоро мы затронули тему Москвы. Давайте вот еще послушаем песню под названием «Мама и папа были в шоке». Это, в общем-то, подчеркиваю, да, отличие московских групп от тех же питерских, от тех же Смердловских. Потому что мы всегда были очень оптимистичны. Спасибо. Ура, мои любимые. На столе у нас бирожные есть високи. На окне крохочут смоки. И девчат пока целуем только в щеки. Только в щеки. Только в щеки. На-на-на... 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 И недолго нам стоять на солнце пёке Руки в боги Вышли сроки Фотоснимок, будто знамя на флаш-токе Мы и не будем одиноки Папара, врачи, художники, пророки Инженеры, хлебобёги И поём теперь мы только в караоке На цветном у самотёки И остались загорать на санцепёрке Наши корни и истоки И нам не за что выслушивать упрёки На цветном у самотёки Мы стоим на солнце пёки Руки в боки, руки в боки Как же здорово прогуливать уроки Мамы, папы будут в шоке Ну что, сегодня у нас удивительная встреча Встреча с Юрием Давыдовым Это юбилейный год для него 2022 Потому как это и 65-летие его юбилей И 50-летие группы Зочи Да, это музыкант, который стоял у истоков группы Зочи И вот сейчас снова группа вернулась Да ещё и с новым альбомом В 2019 году вышел альбом «Злобные старикашки» Если вы сегодня слышите наш эфир Вы можете оценить сразу чувство юмора И, конечно же, присоединяйтесь, пожалуйста Если до 12, полдень в Нью-Йорке, ещё нас не слышали Ну а сейчас, так как у нас вторая часть программы Сразу после 12, мы обычно говорим Во-первых, большие приветы Автору программы «Идея», автор «Идея» Сержу Ловтия, привет Максим Челиков, как здорово, что ты в студии Я не могу прям поймать никак Предновогоднее настроение, старого Нового года Игорь, Юра, я очень надеюсь, что вы мне сейчас поможете в этом Не знаю даже, может быть, стоит открыть бутылочку подарочного шампанского Который у нас здесь в студии в больших количествах стоит Сейчас посмотрим, как мы это будем делать Но так или иначе, благодарности нужно точно Не казацкий напиток, а шампанское Да, ну давайте, вы пока думайте, какой напиток мне лучше открыть А я скажу спасибо и Саше Борисову, Александру Борисову Который сейчас рядом там с вами в продюсерском центре Настраивает видео Ивана Маяцкого, который помогает со звуком Катюшу Суботиной, конечно же, огромные поздравления Потому как со Старым Новым Годом, потому как мы всегда вместе готовимся к эфирам И Ирина Подмарёва, и Яков Кутепов, и Мартин Гоцманов, и хорошему человеку Сергею Штрифан Тоже большой привет и спасибо за все те прекрасные технические совершенства, которые он творит В поддержку музыкального салона в частности Спасибо, вот так мы встречаем Старый Новый Год такой хорошей компанией И, между прочим, я даже еще не всех перечислила Причиняемся Вот правда, музыкальный салон, большая лодка, большая, благополучная А с Игорем Сандлером, так это ж вообще красиво Вот парусами-то, ну Ладно Это уже не лодка, это уже кораблик А вы пришли к консенсусу, какой напиток мне открывать? Ковчег, Ковчег Сандлера Ковчег, а мы с Юрой Вискаря, например, накатили, Юла, а ты там разберись, как у тебя Юль, чайный гриб, очень полезно и вкусно Вот спасибо, или имбирь заларить с яблоком А у тебя сзади елочные игрушки же висят Угу, точно Да, тоже Чайный или чайн? Чайный Елочный, вот ты на них смотри, и будет новогоднее настроение, Юля Спасибо, дорогой, а ты давай виски еще пригубь, чтобы мне тоже Мы на троих пока, а мы в вискаре А я знаю, что Макс не пьет Разобрались, поговорили, да Так, подождите, подождите, действительно, у нас настроение должно быть новогоднее Вот есть люди, которые трудились все новогодние праздники, например, я Но, тем не менее, работая, я внезапно вот ощущал прилив этого праздничного настроения Потому что, понимал, есть люди, которые отмечают прямо сейчас Я являюсь частью этого праздника, частью создаваемого настроения Юля, вот прямо сейчас мы с тобой в преддверии Старого Нового Года У нас на лицах счастье, улыбки и так далее Давай поделимся, давай с аудиторией И у нас самих появится на душе праздник Я поняла, поделись улыбкой своей Юра А сегодня, кстати, еще Все-таки Старый Новый Год, это завтра А сегодня 60 лет Сережке Минаеву О, здесь Сергей, я поздравил его Сергей, с праздником Поэтому я с удовольствием пользуюсь Возможностью его поздравить от имени всех наших слушателей Наших, ваших общих Ну давай, по хорошей традиции Очень позитивный, классный человек У нас радиоэфир, по хорошей традиции Давай поздравим его каким-то треком Да, вот сейчас прям вот Заявляй и прям вот Сережа будем поздравлять Сейчас, думает У меня все хорошие песни кончились Остались только лучшие Жалко тратить, да, по хорошим? Сергею Минаеву Что, Сергею не жалко Ну, слушай, а знаете что? Ну-ка А знаете что? Вот я думаю, что Как раз Я Сережке посвящу Очень хитрую песню Песня называется Она так называется Песня без мата Вот И она заслуживает А что хитрость? А ты послушай Там реально нет мата А я думал, что без мата Как будто бы звучит Как будто есть Но Ребята, это самая хитрая песня Вот Из наших И все, кто Считал нас до этого Приличными людьми Можете и есть Зажмурюсь Один вопрос Когда вы будете отмечать И приглашать Своих друзей Там Сергей Минаев будет? Да, конечно, конечно Конечно, обязательно То есть он в тусовке Ребята Макс, собирайся Не бойся Там нет мата Я вылетаю Да, я знаю Но я же уже все послушала А там реально нет мата Но А, ну Ну что, ставим? Я же эксклюзивную Слаба? Америка А вот и нет Ладно, челлендж Посыпай себе голову пеплом Заранее Но пусть будет в эфире Зодчи Буду петь вам по слуху я Наклонясь прямо к уху я На любую старуху я Навлекаю проруху я Каждый день как на плаху я Но по первому взмаху я Надеваю рубаху я Выпиваю рюмаху я И бал Веселый бал Устроим во дворе И бал Зачетный бал Добавим резюме И бать Послушай, бать Нам нужен твой совет Петь песню или нет Петь песню или нет Как положено психу я Не послушал врачиху я Полюбил бабариху я Еду к ней в балашиху я Создаю суматоху я Ее прежнего лёху я Безо всякого страху я Блю по морде Блю по морде Сразмаху я Ебал Ебал Веселый бал Устроим во дворе Ебал Сочетный бал Добавим резюме Ебать Послушай, бать Нам нужен твой совет Петь песню или нет Петь песню или нет Петь песню или нет Петь песню или нет Петь песню петь Петь песню петь Петь песню петь Петь песню петь Юрий Давыдов сегодня в музыкальном салоне, автор идеи радио «Моста», музыкальный салон «Серж Лофти», Игорь Сандлер, Максим Челиков, я Юлия Гениуш. И, конечно же, мы сейчас копнем немного истории. Если в 78-м году у Юрия Давыдова еще была группа, которая называлась «Гуслиры», то в 79-м это название сменилось на группу «Зочи». Потому как это была самая такая интересная композиция, которая там везде побеждала и занимала первые места на фестивале. Вот интересный момент о составе, о составе, который сейчас после воссоединения группы в 2019 году с альбомом «Злобные старикашки». Сейчас новый альбом готовится к выпуску, треки с которого мы сегодня в эфире слушаем. И чем же был опален Юрий Лоза, когда пришел играть в «Зочи» от какой филармонии? Тюменской? И как туда попал Валерий Сюткин? Вот эти моменты, которые очень хотелось бы сейчас прояснить, потому как это страшно интересно. Это был период, когда после олимпийской полуоттепели, связанной с Олимпиадой в Москве, опять стали закручивать гайки по поводу нашего жанра. И Лоза ушел из интеграла и, собственно говоря, оказался в Москве. И это был 83-й год. Вышла знаменитая статья Барбаросса рок-н-ролла, после которой были, как в то время говорили, были приняты меры. Вот. Были просмотры и приемы программ. Новые коллективы было создавать запрещено. Вот. И Юрка, он, в общем-то, жил в Москве, без прописки, снимал. И, в общем-то, это были времена Андропова. Андропова. И тоже было жестко. В 83-м даже получается. И как раз мы здесь познакомились. В 83-м году, да. И его как раз устроило наше предложение, что мы выезжали плотно на гастроли в Тюменскую область. Там давали 100-120 концертов за два месяца. Возвращались, а потом сидели в Москве, потому что были нормы. Вот. И это его устраивало как автора. Это его устраивало как, ну, значит, человека, который был, в общем-то, в поиске. Вот. И то же самое в следующей статье «Рагу и синие птицы» про машину времени стало еще более жестко. Значит, в малом зале в Москве, в Олимпийской деревне, в концертном зале Олимпийской деревни все группы страны были обязаны сдать программу. Не сдал программу «Ариэль», не сдал программу «Барыкин». То есть у всех задрожали коленочки «Будь здоров». Вот. И здесь нас спасло то, что мы были в Тюменской фермонии. То есть когда Сюткина с его телефоном, к сожалению... Тоже завернули. Не, 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 не тоже завернули, а расформовали с Треском. Вот. И он оказался без работы. И вот как в плохом кинофильме, мы на следующий день случайно встретились на Петровке. Вот. Нас познакомил общий парень. И я говорю, ну а чего, поехали в Тюмень? Нас там никто не найдет никогда. Да. Вот. И, собственно говоря, пересидим, а дальше видно будет. Он принял это предложение и пошло-поехало чуть-чуть. Вот мы часть... Часть песен мы взяли с телефона. Юрка во время тоже уже написал и плод, и все свои там «Я умею мечтать», мать пишет. Вот. Поэтому была очень хорошая программа. Нас с Игорем и между Зодчим и Интегралом есть одно общее, да? То есть от нас не осталось записных шлягеров. Ага. К сожалению, мы... Время такое было. Мы уделяли... Не, 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 не в коем случае. Мы уделяли огромное внимание, и, собственно, главное внимание, это было шоу. Шоу. Это была театрализация на сцене. А вот как-то вот шлягеры после нас не остались, и мы отчасти сейчас вот этот пробел восполняем. То есть вот сейчас у нас именно песни, именно мы нацелимся и думаем, конечно, об их хитовости. И в какой-то степени это получается. Отлично. В 83-й год, когда вы познакомились, кстати, вы говорили, да? Да, 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 да. А как с Игорем вот первые такие знакомства, когда это случилось, что вы встретились? Оба помните или кто-то один? Значит, будем говорить правду. Для нас там, да, для нас интеграл был, нам до интеграл было как до луны. И когда вдруг удалось Юру к нам привлечь, он стал членом группы. И, значит, он жил одно время у меня дома на Пушкинской площади. И как-то говорит, я сейчас... Мне нужно с Игорем встретиться с Сандрером. Пойдем... Не с Игорем, с Гариком. С Гариком, да, точно. Тогда это было так. Да, 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 пойдем вот самое. И мы встретились у газетного киоска, где раньше был ресторан ВТО, вот. И пообщались, и, ну, в общем, там особых проблем в коммуникации не было, потому что... Все в одной лодке плывали. Вновь в ковчеге, которая называлась Рок-н-Ролл. Да, мы и закончим, да. Хорошо. Вот, ну, а про Валера Сюткина. Валера, ну, мы с ним тоже с тех времен дружим. Так вот, мало кто знает, но Юра, я думаю, знает, что... А Юра, кстати, вопрос. Как Валеру Сюткина звали? Погоняла Кликух, какая у него была. Вот это, кстати, о, вот вопрос хороший. Слушайте, ну, подождите. Он в 83-м году на сцену выходил вообще в тельняшке. Это было так интересно. Ты родился на год раньше, то есть... Поэтому больше помнишь. Мы с тобой не уплачем. Так вот, история опять в Саратов. Мне 14 лет, и я за 60 рублей купил пластинку по 20 копеек. Мне мама на завтрак давала, я копил, ну, там продавала фотографии, Битлз, но это другое дело. И накопил 60 рублей, и купил пластинку Grand Funk Railroad Survival, где они в пещере сидят. Помнишь? 60 рублей. Ну, я в Саратове купил. Дорого еще. Дорого еще. Перенул, я по перекопчику купил. Мне 14 лет было. 30-35. Это Саратово доедет. С деревня Клуж. Спекулянтный Саратов Василий, да. Потом я так делал уже, Юра. Но это потом было. Ту я купил за 60. А, кстати, первую Битлз фотографию я купил за... Мне было... Я во втором классе учился. Битлз за 30 копеек купил фотографию. А у меня папа фотографией занимался. Я его попросил. Он перефотографировал. И я уже напечатал. Сам печатал проявитель, закрепитель. Хуже качества, но 10 штук. По 15 копейек их продал. Первые полтора рубля 20 я заработал на фотографиях Битлз. Потом я купил за 60 рублей Grand Funk. Но по 3 рубля я стал продавать записи уже сами. Я купил пластинку. Поехал в Москву, как ты говорил. И дальше все и началось. Но, к Сюткину... Так вот, Grand Funk это была моя любимая группа, естественно. И, кстати, какое было мое счастье, когда на открытие этого центра Марк Фарнер прилетел ко мне на открытие центра. Он был, он рядом с Градским сидел. Градский офигел сам, потому что он его тоже кумир был. У меня фотографии есть, где Саша Градский с Фарнером. Они же не приезжали. Они нет, а Марк Фарнер был. Вот ко мне он прилетел. Я не знал, Игорь. Я тебе фотографии дам. Много он выдал. Он на твоем месте где-то в кабинете сейчас сидел. Вискарик пили. Вот там сидел Марк Фарнер. И многие другие. Нет, другой, другой, другой. Нет, салат не надо. Другой, другой. Здесь твои други сидели. Так вот, вернемся к Сюткину. К Сюткину. Так вот, Сюткина Валеру раньше звали Фарнер. Потому что он пел Grand Funk весь, полностью. И Grand Funk была так же, как и моя любимая группа Валеры Сюткина. И поэтому Валер Сюткин, когда идет по коридору, и ты крикнешь «Фарнер», он обернется. Вот это я тебе рассказываю историю, которую даже ты не знал. Я не знал. Ну я ж на год старше тебя. Так что Валера у нас «Фарнер». Это рояль в кустах. Эх, поздно я родился. Как крикнул бы Валерке «Фарнер!» Он оглянется точно. Крутая история. Крутая история. Да вообще, потому что столько историй. Так что, ну мы столько военных тайн можем рассказать по секрету радиорусы. Вот, 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 вот. Спасибо большое. Отлично. А давайте-ка что-то из того времени послушаем. Чтобы, так сказать, Минаева с днем рождения поздравили. Лазу с Сюткиным очень даже хорошо вспомнили. А теперь... Вспомнили. Ну, в смысле, поздравили с Новым годом. Да, ребят, поздравляем с Новым годом. Это, на самом деле, с большим уважением и со всем. Лазея привет Скорпоткинской, Сергей Низов и Андрей Субозин. Да. Валерий, это вообще отдельная тема. Сергей Низов. Ну, я думаю, что у нас, конечно, праздничное настроение. Юр, как сейчас хорошо прозвучало. Но, увы, и этот год уже начинается тоже с неких плохих новостей. Вот в прошлом году мы говорили о Градском, вспоминали. А сейчас пришла еще одна новость, которая также опечатлена нас. Да, это уже касается конкретно нас, потому что вчера ушел из жизни, на 77-м году жизни ушел легендарный Майкл Ланг, который вместе с Арти Корнфильдом создали фестиваль «Вудсток». И Арти Корнфильд, мой уже близкий друг, стал. И с его благословления я и провожу фестиваль «Вудсток». Но вот вчера ушел его партнер. На самом деле, в 68-м году они провели один фестиваль. И потом Майкл Ланг, Арти Корнфильд решили провести больше фестиваль «Вудсток». Пригласили Джоэль Росенман и Джона Робертса. И вчетвером они уже создали тот легендарный культовый, вошел в историю, как самый яркий, самый незабываемый рок-фестиваль «Вудсток». И вот вчера буквально его не стало. Я с ним говорил по телефону в 2019 году. Я его сюда хотел пригласить. И в этом году уже были реальные планы его пригласить. Хотя в этом году мы уже потенциально договорились. И Тен Язавта, легендарный, конечно, Безелвин Ли, гитаристы, который ушел из жизни, и Крэдфул Дэд, и Биг Брада, которые аккомпанировали Дженнис Джоплин. Мы уже договорились. Мы их сейчас будем привозить. И молимся, чтобы все еще были живы. Потому что возраст у всех уже под 80 или за 80. Но это, да, правильно Максим сказал. Это немножко грустная информация. Но все мы под звездами, под луной, рано или поздно уйдем. Но пошухарить с Юрой еще мы сделаем. Пошухарим. Как злобные старички, да, старикашки. Старикашки, старикашки. Очень прикольно назвать. Что сейчас послушаем, Юр? А давайте послушаем. Вы сказали, что хочется чего-то ретро. Давайте не старую песню, а новую в стиле ретро. Называется она «Любовь с первого секса». Что-то новенькое. Слушайте, после предыдущей песни. А взгляд потом, да. Которая про нет матов. Мне сегодня пепла не хватит в голову поступать. Ладно, поехали. Здесь хорошо. Здесь не волнуйтесь. А я ни одного мата, кстати, не услышала. Самое страшное позади. Ну, спасибо. Это Юрий Давыдов и Зочи в эфире. Оставайтесь с нами. Это красиво. Я не верю в любовь с первого секса. Я заранее скажу, сурово, но честно, Что в гербаре и в пижу только время и место. Король без ферзя, песня без текста. И мазурку нельзя танцевать без оркестра. Сладкий торт нужно есть после бифштекса. Я не верю в любовь с первого секса. Ты настоящий дым без огня. Ты вот уже и нету меня. Ты нежно-воинственная. Ты самая единственная. Рыболов без реки, паровоз без рельсов. Пирожок без муки, еврей без пейсов. Пирожок без муки, еврей без пейсов. Ты настоящий дым без огня. Ты вот уже и нету меня. Ты нежно-воинственная. Ты самая единственная. Я не жет тебе. Как�� кучу, ну-ну-ну. Ку-ку-ру-ку-ку Ты нежно-моинственная Ты самая единственная Я не верю в любовь С первого секса Я не верю в любовь С первого секса Ку-ку-ру-ку-ку В 19-м году группа Зочи Произошло воссоединение И вышел новый альбом, который назывался Или называется «Злобные старикашки» Вот мы продолжаем И сейчас, конечно же, еще и привлекаем внимание Есть сайт группы Зочи, куда можно зайти Много почитать Юрия Давыдове отдельная история Там посвящена целая страница Ему целое говорю Потому что там каждое предложение Это настолько ассоциативные Какие-то моменты От каждого слова можно зацепить Что-то из разных пластов в нашей своей жизни Это действительно очень-очень здорово А еще там есть раздел «Книга» Да, вот подвожу как раз к этому Можно узнать очень интересно Вот как ты так? Прости, все Нет, нет, наоборот Продолжай, продолжай, Макс Давай вперед Книга, там есть еще один раздел Книга, замечательная книга Да, все Юрий, пожалуйста, книга есть Пополняется? Давай-давай Книги одной группы Состав Надо обозначить Как буду, понимаете? Это не про здоровье, да Это не про здоровье Вот Значит, книга, в общем-то Ну, формально про историю группы Вот, но на самом деле Это история про всех нас Это история Я понимаю, что мы не Битлз, не Роллингс История группы Зодчин Нафиг никому не нужна Вот, поэтому она есть Но по касательной Ко всему, что нас окружало Через что мы прошли Через эпоху Через ситуации Через людей Через какие-то Всем понятные отношения И поэтому, вот, мне кажется Она интересная Эпоху я помню Хорошо Я учусь у вас лучших На самом деле Эпоху я, да Это, опять же, без мата песня Да И я, я, мне Юра подарил эту книгу Год назад, когда у тебя был В гостях Я ее с громадным удовольствием Прочитал Потому что, действительно Там Столько чувства юмора Там столько приколов Там столько Связанной Вроде бы не со мной Но очень близкие мне ситуации И правильно Юра говорит Это Та эпоха Это просто Зеркало Это про всех нас Той школы Которую мы прошли Да Очень круто Очень интересная книга Всем рекомендую Почитать Она сейчас Где продается В переиздании Она вышла С этими самыми С QR-кодами Ага Не 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 от ковида А да А вот Надо было С приколом Ребята Вот действительно Смотрите какая фишка Открываешь книгу Читаешь И когда про трек Там рассказывает Юрий Можно просто навести телефон Про трек или про клип или про концерт Какой-то да Да Можно навести телефон И телефон сразу же отправляет Как в меню Туда Где можно его посмотреть Или послушать То есть Книга является Неким проводником К этому миру Который прям вот Открывается В полном Да 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 В полном объеме Такая прям история Красивая Юр спасибо Даже прям вот На уровне идеи Прям греет Радует Здорово А какая там Самая любимая часть Интересная Я знаю что Глупый вопрос задала Какая песня Больше всего О вашем альбоме Расскажи пару Прикольных историй Самые прикольные истории И да Вот что Может быть переиздание Я песню нулевая Приготовила После рассказа Хроники Одной группы Значит Хроники одной группы Да Значит Ну там Много Ну Ты мне прямо Врасплох Ну там Как пришел Лоза Вклюки Как у него была драка С нашим солистом Прежним Батюшки Кстати Это традиция Интеграла У нас драки Алибасов любил это дело Он единственный С кем не дрался Это со мной С Шедерином Витей И Тарисом А Березовский Лоза Гумаров Это любимые его партнеры В спарки В спарке Ребята Ребята Ну ребят Преобразовывалась Дружбой Будем заниматься музыкой То есть В девятом классе Жизнь определилась Уже на будущее Юля Ты помнишь себя В пятнадцать лет И кем ты мечтала стать Спокойно Вопрос мимо Прошел Все хорошо Мы еще поговорим позже Главное чтобы Юра И Игорь не задали Потому что тогда В девятом классе Мы просто хотели играть Нам нравился Сам звук Гитары вызывал Какое-то Биологическое Какое-то Девчонки обращали внимание Чаще Но это самое главное Мы из-за этого и брали гитары Взял гитары Все Девка твоя Я знаю что было много случаев Когда Люди просто ходили По Москве С футлярами С футлярами От гитар Да В центральной И снимали Абсолютно верно Ну вы чего там Вообще что ли Сам так делал Потому что А у нас были гитары Нет Нет С клавишей Трудно Сознавали Юность Да Конечно Все нормально Ага Ну да Если ребенок идет Без скрипки Знаете что Он играет На Фортепиано А вы сейчас Прям еще лучше Приложили Ладно Давайте Переносимся И песню Антонио Бандераса Который все время С гитарой С футляром Да Главное киллером Привет не передавать И так Группа Зочи Наливай И это на самом деле Очень даже актуально Для этих дней С наступающим Старым Новым У нас ребят У нас хорошая компания Юрий Давыдов Заткни Уфет На шарь в кармане Несколько монет Купи Открой И с легким сердцем Отнеси Домой Отмерь Сто грамм Налей себе И предложи Друзьям Ну что Привет Дай Бог здоровья нам И долгих лет Наливай Здесь хватит на всех Наливай Сегодня не грех Наливай Мы сходим еще Пусть будет всем хорошо Еще Сто грамм Сходим на почту И пошли Врагам Что нам Делить Простим друг друга Так тому И быть За них За них За нас За нас За ролик Сном Спартак И просто так За шок Что ждут И за девчонок Что еще Дают Наливай Здесь хватит на всех Наливай Сегодня не грех Наливай Мы сходим еще Пусть будет всем Хорошо Наливай Наливай Здесь хватит на всех Наливай, сегодня не грех Наливай, мы сходим еще Пусть будет всем хорошо Наливай, здесь хватит нам всех Наливай, сегодня не грех Наливай, мы сходим еще Пусть будет всем хорошо Юрий Давыдов у нас сегодня в гостях, группа ЗОЧИ Вы знаете, закулисье бывает разным Бывает так, что папа Карло стоит и с плеткой выгоняет каких-то там интересных артистов на сцену Бывает так, что дублер стоит и дышит в затылок, ждет, когда ошибется тот, кто на сцене, чтобы занять его место Бывает так, что люди страшно уставшие или перебравшие чего-нибудь там Не буду уже говорить о всех порохах человечества Которые, да, выдают на сцене просто невероятно сильно энергии по всему А потом просто падают за кулисами и все А вот группа ЗОЧИ – это еще и самое то закулисье вкусное Самое то с тем самым чувством юмора Вот вовсе даже не на грани фола Не как в тех песнях, которые сегодня мы немножко так успели охватить А группа ЗОЧИ – это тот самый распахнутый мир настоящего за кулисей Ради которого многие даже на сцену идут Вот спасибо, Юр, что сегодня с нами Спасибо за все то значимое, что происходит с людьми вокруг тебя Потому как если вспоминать о фестивалях и обо всем музыкальном мы вспомнили А вот арт-футбол, вот этот фестиваль, который в 16 странах мира давал и футбольные матчи, и концерты И благодаря этому собирал миллионы долларов для того, чтобы помогать детям Я не могла в преддверии Нового года, Старого Нового Когда время сюрприза, время подарков, об этом не сказать А как Новый год? Старый Новый год в традициях отмечать Юр, как Игорь, как Юр, как Макс у тебя А вот что мы сейчас радиослушателям откроем и пожелаем Ну, Старый Новый год, это в принципе, конечно, какое-то такое странное Зачетание даже на звук, да? А, для американцев, представляешь? Это может сравниться Я еще подумала, что мы не можем на английский язык твои тексты перевести песен Потому что там такой отличный Да, название праздника не переведется Ну, русский язык, да, он выдает перлы, да, там Да не наверное Да-да-да Да нет наверное Да, как всегда Много-много есть перл Это отдельная программа про первую Да ну нет, это тоже хорошо Да ну нет Не знаю, наверное Да нет, наверное, да Есть ноу-мэйдве, это здесь как раз очень хорошо определяет Вот, поэтому Старый Новый год это понимание, что пора уже впрягаться в работу по-настоящему То есть как-то вот психологически до Старого Нового года мы еще Мы еще в каникулах, мы еще Ой, вот приехали Да-да-да, еще начальника нету Или там, наоборот, подчиненных нету Как-то у нас это дело сильно затянуто, на мой взгляд Вот, но Тем не менее У меня где-то уже чеснок к 7-8 уже было Ощущение, что перебор В отдыхе уже надо что-то делать было Вот, поэтому Старый Новый год Ну как, как в России встречают Новый год? А то ты не знаешь, Юль Тебе рассказать? Ну да Ну это когда уже можно Оливье Нет, нет, уже можно скромнее, конечно Уже как-то можно Скромнее, ну Не, вся дань традиции отдана И теперь можно совершенно спокойно вспоминать, какие желания не дозагадывал Подходить к елке, которая уже вот-вот-вот-вот-вот уйдет из дома до следующего года И вот уже прямо, не знаю, даже можно шампанское не открывать Можно видеться с теми, с кем нельзя в силу обстоятельств увидеться В Новый год Шампанское уже не лезет А, ну это кому как И мандарины Не казацкий напиток, а что шампанское Мандарины, да, шампанское уже Ну это правда, действительно В новогоднюю ночь, когда за спиной гонка, когда ты много дел переделал И порой бывает просто ты уже обессил последние часы Нового года И потом думаешь, елки-палки, не поздравил того человека, забыл про этого А еще желание-то я не загадал И вот Старый Новый год это возможность, собственно, реализовать все эти упущенные возможности Все исправить, совершенно верно А давайте мы исправим все, друзья Загадывайте желания, они обязательно сбудутся Юля, спасибо тебе большое, что ты этот год последний и этот Новый год радуешь нас своим голосом Пусть этот голос ильется, вдохновляет нас на подвиги А мы постараемся сделать все, чтобы ты нами гордился Спасибо тебе большое, очень надеюсь, что содержательную часть ты сейчас не выключил Да, точно, в одной лодке Юра, какие желания, помимо вот того, что мы сейчас послушаем Чтобы в этом году было, чтобы сбылось Ну я понимаю, да, день рождения, 16 января Действительно, кроме шуток, попробую прилететь Ну если серьезно, есть серьезное желание Да, давайте на одну секунду хотя бы будем серьезными Чтобы никого больше не запила болезнь, а тем более с плохими последствиями Вот, к сожалению, уже, по-моему, не осталось людей, которые так или иначе не коснулось Через знакомых, друзей, родственников Крепкого всем здоровья, банально, но это самое важное Крепкого всем здоровья и долгой жизни Кстати, по итогам прошлого года, поисковые запросы от разных систем Они показали самое главное слово года Это слово казалось здоровье А так раньше мы всю жизнь за здоровье только пили просто За здоровье? Да, за здоровье просто то Нет, это на здоровье было Никто никогда об этом не задумывался Что-то имеет реальную ценность Вот и допились Да, да, да Пили, пили и все заболели Теперь вновь самый популярный тост Вот, чтобы водка не качалась, а водка не кончалась Вот, собственно Сейчас мы абсолютно точно ее послушаем Макс, тебе здоровья, радости И, конечно, чтобы не было вообще без купюр каких-либо сноск на то, что О, опять карантин или О, опять страшно Хорошо? Чтобы ничего вообще этого не было Спасибо, Юрий Игорь, какое желание? Загадывай по радио слышнее, ты же знаешь Пока мы с тобой все получится Загадывай вслух Ну а тут я не буду оригинальным на самом деле Тут сейчас действительно только о здоровье разговоров Потому что, если будет здоровье, будут концерты, будут клиенты, будут проекты, будут интересные альбомы, будут интересные музыканты, будет жизнь, будет бить ключом, как и была до пандемии Поэтому, будь здоровья, будет все Это самое главное Это банально, это обычно Да Но это самое главное Прежде всего здоровья, ну и потом, чтобы у нас развивался музыкантный салон Мы уже с концертами отсюда, оттуда, чтобы все уже получалось Мы виделись по делам, значительно чаще встречали друг друга на двух континентах И не было Скоро так и будет Не только прямым эфиром соединения, а реальность Хочу добавить, что мы всегда пьем за здоровье и так далее Но на Титанике все были здоровы и богаты Еще удача нужна И пели песни Поэтому удача нужна, потому что здоровье здоровьем Но я так тихоря, пока нас никто не слышит Я на самом деле и не болел, и не вакцинировался Ну вот Бог бережет как-то Но никому не говори, Юля, никому Это между нами расходи Юля, мы ждем тебя сразу Вот так, когда вместе собираются Харазматичные люди С хорошим таким настоящим чувством юмора Вот такие вот интересные фразы в эфир и летят Спасибо и привет всей нашей команде Автору идеи музыкального салона Сержу Ловти Александру Борисову Саш, здоровья И спасибо тебе большое, что так здорово можно музыкальный салон делать вместе Катюша Суботина, с которой мы всегда вместе готовим наши эфиры Мартину Гоцманову, Ивану Маяцкого Он там рядом Прям вот привет тебе и Машу, Вань Ирине Подмаревой, Якову Кутепову И Мартину Гоцманову А также еще много-много хороших людей Инна Пельви и Сергей Штрифан Привет вам И, ребят, вот чтобы все было здорово сейчас Игорь Сандлер И Юрий Давыдов И Максим Челиков И вот все вам желаем Мы, уважаемые наши любимые радиослушатели Только здоровья И только радости И только счастья А всем СМС-сообщениям Мы отвечаем Большое вам спасибо За то, что вы нам пишете И за то, что интересуетесь И помните И поддерживаете Вот эту связь Из-за того времени Когда группа Зодчи была еще В реальности И вот сейчас После воссоединения Со злобными старикашками И новым альбомом Кстати, как новый альбом называется? Мы думаем Или Рожденные заживо Или Песни без мата Вот Сейчас Спорим на эту тему Ладно Он, кстати, где-то Я думаю В первую марте уже А если соедините Песни заживо Песни заживо Подумайте об этом Красота Можно найти всегда сайт Можно набрать Юрия Давыдов Зодчи сайт С рожденной без мата О, вот это сильно Ладно Заканчиваем наш эфир Огромное спасибо До встречи через неделю Игорь, обнимаю Юр, жму руку И с наступающим днем рождения Большое удовольствие Обнимаю Хорошо Обнимаю Может, наоборот Не руку Юра обнимает Хорошо, Игорь Жму руку Макс, целую тебя Пока Спасибо Пока До встречи Давай